Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лена. И вот опять я сижу у себя на кухне, в своём домике. Домик находится в маленькой деревушке. Деревушка находится в Западной Фландрии, а Западная Фландрия находится в Бельгии. И расскажу ей сегодня о моей свекрови. Замечательно эта милая женщина уже хотя бы тем, что она родила 9 детей. После войны в Европе был бэби-бум. И к тому же католическое воспитание тогда тоже имело силу. Вот именно от этого выражения бэби-бум людей, рождённых в больших семьях, и называют в шутку бумеры. Аньес, так зовут мою свекровь, никогда не работала, да и когда я была работать, имея такую ораву детей в доме. Мой свёкр, сейчас он уже умер, был предприниматель. Жили они не бедно, не богато, но всем детям смогли дать хорошее образование. Сейчас Аньес уже почти что 100 лет. Когда 20 лет назад по приглашению моего будущего мужа я первый раз ехала в Бельгию, моя мама мне сказала, вот если будет знакомиться со своей матерью, значит женится, а если нет, тот уж извини. И он меня познакомил со своей матерью. Когда я увидела в первый раз Аньес, она мне показалась ухоженной дамой, с прической, с маникюром, с бриллиантами в ушах. Она смотрела на меня настороженно, но держалась спокойно. Я уж не знаю, что она потом говорила своему сыну, отговаривала ли она его от женитьбы или нет. Это останется тайной. Помню, Аньес тихо плакала на нашей свадьбе и приговаривала. Это мой самый хороший, самый любимый мальчик. Ну, если бы мой сын женился на иностранке, не говорящей на нашем языке, намного моложе, да ещё с двумя детьми-подростками, я бы, наверное, ещё не так плакала. Я бы, наверное, вообще рыдала. Но время всё расстаивало на свои места. И язык я выучила, и дети выросли, и с Аньес у меня прекрасные отношения, да ещё я ей и внучку родила. Ну вот и всё. Хватит сказок на ночь. Завтра едем в Брюге.